Ну что интересно, уже второй год военкомат отмечает тенденцию повышения мотивации к прохождению воинской службы. Это когда молодые ребята, не дожидаясь повестки, приходят на призывные пункты. Нужна ли срочная служба? Или в разрезе мировых событий Беларуси стоит задуматься о контрактной? Об этом в новом выпуске проекта «По форме» с Анной Чиш-Литаш. Я помню еще те времена, когда западные страны активно осуждали Беларусь за срочную службу, сборы военнообязанных, военно-патриотическое воспитание молодежи. В наш адрес летели колки, высказывания из разряда «Зачем срочка? Армия должна быть профессиональной?» Или «Зачем детям и подросткам рассказывать о войне и учить их военному делу?» А теперь. Давайте внимательно посмотрим на обстановку в Украине, как на яркий пример плацдарма современных боевых действий. С 2014 года южная соседка отказалась от призыва на срочную военную службу, сделав ставку исключительно на контрактную армию. Теперь смотрим на реалии. 70% бойцов-контрактников погибли в первый год проведения спецоперации. Кто воюет сегодня? Призванные из запаса и мужчины, которые, возможно, и автомат в руках ни разу не держали, так как не довелось. Посмотрим на ситуацию в Израиле. Цахал – одна из сильнейших армий мира, как утверждают различные источники. Исключительно профессиональная. При этом спустя пять дней с начала боевых действий вооруженные силы призывают 300 тысяч человек. И уверена, это далеко не предел. Теперь вопрос. Нужна ли все-таки срочная служба? Уверена, да. Если говорить о краткосрочном военном конфликте, пример недавних боевых действий в Нагорном Карабахе, скорее всего, достаточно будет профессиональной армии. Но когда речь идет о масштабных военных действиях, вспомним Великую Отечественную или пример той же Украины. Здесь в строй становятся почти все. Буквально через несколько дней в Беларуси начнется отправка в войска нового пополнения. Тысячи молодых людей кардинально сменят привычный ритм жизни на военный распорядок дня. У них будет год-полтора, чтобы научиться защищать Родину. Давайте будем честны. Кого призывают? В основном это парни 18 лет. Часть из них вообще не представляет свою жизнь без мамы, папы, готовой еды на плите и мобильного телефона, который они не выпускают из рук. Да, это реальность. И именно армия может показать им, что есть другая сторона жизни. Что существуют такие понятия, как честь, достоинство, дружба, самоотдача, стила и выдержка. Я часто пишу интервью с мамами призывников, и ни одна еще не пожалела, что ее сын прошел срочную службу. Я не занимаюсь сейчас пропагандой и говорю то, что слышу своими ушами. Не узнаю своего сына. Он стал еще больше любить и ценить свою семью. Это уже не мальчик, это мужчина. Волнения парней и их родителей понятны. Но я, как военнослужащий и военкор, могу с уверенностью заявить, что паниковать не стоит. Наша армия находится на своих местах. Ваших детей будут хорошо кормить и отслеживать их морально-психологическое состояние. Родителям звонить можно, с командирами связь круглосуточная. Да, безмятежность и комфорт заменят дисциплина и самостоятельность. Но для формирования мужчины это базовые необходимые навыки. Но есть и те, кто боится службы настолько сильно, что готов потратить несколько лет своей жизни, скрываясь от военкомата. Мы должны смириться с мыслью, что мир больше никогда не будет прежним. Сегодня Беларусь – оплот спокойствия и стабильности. Но что происходит вокруг? Слово «война» теперь не синоним прошлого. Это призрак будущего. До будущего.